Двинг.ру Всем привет, друзья! И снова у нас такое короткое видео, в котором мы на этот раз не будем строить теории и разгадывать тайны, а дадим вам конкретный ответ на довольно интересный момент. Помните Дренор? Горош Адский Крик был освобожден из плена бронзовым драконом и перемещен в альтернативный Дренор, где он отворил много дел, которые в будущем выйдут всем жителям Азерота боком. Сначала все кричали, а как он там вообще оказался? И если на этот вопрос мы получили ответ, то о другом такого не скажешь. А именно, зачем его туда вообще отправили? Ну, давайте я вам отвечу. На протяжении всего дополнения Туманы Пандарии, двое драконов, Кайраздорму и Гневион, искали могущественный артефакт – Ведение Времени. Мы многократно испытывали его и получали разные послания, но что они, значит, мы так и не понимали. Однако, тайком без нас, драконы смогли заглянуть сквозь временную ткань и увидели, как бесчисленные армии Пылающего Легиона разрушают наш мир. Тогда, имея такой могущественный артефакт, у них родилась идея. Никому не сказав об этом, Кайраз проник к заточенному в темнице Горошу и освободил его. Ему был нужен орк, который отправится в прошлое на Дренор и сплотит Орду, после чего они станут нашими союзниками и помогут в борьбе против Легиона. Но это не все. Дальше он должен будет отправиться в другие миры и сделать то же самое. Почему именно Горош? Дренор – это дикие земли со своими правилами и законами. И Горош, как никто другой, знает быт и обычаи орков, поскольку он вырос там. Но главная причина в том, что он мог повлиять на своего отца, хоть тот его и не знает. Кайраз считал, что орк исправился и попытается загладить свою вину, исправить все, что натворил. Также он был уверен в том, что Горош не может соскочить, поскольку дракон его спаситель, и орк обязан поступить по чести. Он ошибался. Вместо этого Горош отобрал осколок времени и убил им Кайраза. А сам сделал то, что ему велели, только сплотил армию не для борьбы с Легионом, а для повторного похода на Азерот, чтобы отомстить всем. Вот так, друзья. Все это на самом деле было во имя благородной цели. Так или иначе, мы ее выполнили и смогли сплотить дринеев и орков вместе. Теперь они ждут нашего сигнала о помощи. Как и говорила Ирель. А увидим ли мы их? Надеюсь, узнаем это в будущем, когда соберем Армию Света. А на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok